Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. Наши зрители очень давно просили у нас сделать программу о лечении стоматита, кандидоза полости рта и язвочек во рту. И сегодня я расскажу вам о двух простых и весьма доступных по финансам препаратах, которые в большинстве случаев помогают очень быстро справиться с этими неприятными состояниями у взрослых и у детей старше 3 лет. Кроме того, эти два средства часто еще очень хорошо помогают и при парадонтозе, и при парадонтите. Речь пойдет о настойке прополиса и настойке эвкалипта, о которых мы уже не раз упоминали в наших программах по другим темам. Средства эти, с моей точки зрения, просто чудесные. И что хорошо, они имеют очень мало противопоказаний и побочных эффектов. При перечисленных в начале программы болезнях они помогают очень многим людям. Причем, как правило, помогают довольно быстро. Однако изредка случаются обстоятельства, из-за которых эти простые средства могут сработать не так хорошо, как нам бы того хотелось. Об этих обстоятельствах я расскажу ближе к концу программы. И поэтому в этот раз я попрошу вас досмотреть видео до конца. Итак, настойка прополиса и настойка эвкалипта. Где их покупать? Покупать их, с моей точки зрения, лучше в аптеках. Или, в крайнем случае, заказать аптечную настойку по интернету. Причем сначала покупаем или спиртовую настойку прополиса, или спиртовую настойку эвкалипта. Использовать их вместе одновременно не нужно. Начинаем с чего-то одного. И тут сразу логичный вопрос. А какая из этих настоек эффективнее при болезнях полости рта? По моим наблюдениям, примерно одинаково. Обе эффективны. Но, конечно, существуют индивидуальные нюансы. На кого-то лучше действует прополис, а на кого-то эвкалипт. Так что нужно пробовать. Скажем, начали с прополиса, не помогло или помогло слабо. Тогда его отменяем и переходим на эвкалипт. Или, наоборот, начинаем с эвкалипта, а потом прополис. Как их правильно использовать для лечения болезней полости рта? Сначала расскажу о настойке прополиса. Она продается в аптеках в разных вариантах. И, как правило, очень недорого. Производителей много. Но инструкции по применению у всех, как правило, одна. Стандартная. Хотя перед применением лучше все-таки проверить инструкцию, купленной вами на стойке прополиса. Вдруг вам попался какой-то нестандартный производитель. И тогда разводить настойку вам придется в других пропорциях, а не так, как я вам сейчас расскажу. К слову, говоря об инструкции к настойке прополиса, хотел бы заметить, что сейчас почему-то в этих инструкциях полезные свойства прополиса описываются в усеченном виде. Там даже о пользе настойки прополиса при стоматитах и язвочках во рту часто почему-то не пишется. И поэтому всю информацию о настойке прополиса мне приходится брать из старых советских научных учебников. Благо в советское время наука к изучению полезных свойств прополиса подходила очень серьезно. Но продолжим. Стандартную спиртовую настойку прополиса разводят в теплой, но не горячей воде. Нужно ли, чтобы эта вода была кипяченой? В принципе, это было бы неплохо, но не обязательно. Пропорции раствора 2-3 чайных ложки настойки прополиса на половину стакана теплой воды. И потом все это тщательно перемешать. Получается водный раствор настойки прополиса, которым нужно полоскать рот от 3 до 5 раз в день. Курс лечения от 3 до 10 дней. При необходимости такой курс полоскания можно повторить через 2-3 недели. Какие у настойки прополиса противопоказания? К счастью, их совсем немного. Конечно, нельзя использовать прополис, если у вас есть индивидуальная непереносимость на него. Или аллергия на прополис, или вообще на любые продукты пчеловодства. Возможное побочное действие – это тоже аллергия на прополис. Причем нужно иметь в виду, что иногда аллергия на прополис, которым вы получите рот, появляется не сразу, а по мере того, как вы пользуетесь этим препаратом. То есть она может появиться спустя несколько дней. И тогда прополис нужно сразу отменить. Как понять, что у вас появилась аллергия на прополис? Это можно понять по таким признакам, которые возникли на фоне его применения. У вас может появиться насморк, заложенность носа, чешутся или слезятся глаза, или появился зуд кожи, усиливается сухость во рту, или появилась резь горли, неприятное давящее ощущение в горле. И в этих ситуациях применение прополиса, как я уже сказал, нужно сразу прекратить и выпить любую противоаллергическую таблетку. К счастью, и хочу это подчеркнуть, перечисленные выше аллергические реакции на применение на стойке прополиса все-таки бывают довольно редко. Но иметь в виду это нужно. И к слову, если вы раньше никогда не пользовались прополисом, то перед первым его применением, на всякий случай, я бы тоже посоветовал выпить противоаллергическую таблетку. Примерно за час до плоскания рта. Частый вопрос, можно ли использовать настойку прополиса для лечения детей? Производители пишут ограничение детский возраст до 18 лет. И это мне кажется странным. Ведь в советской медицине настойка прополиса использовалась не только для лечения взрослых, но и для лечения детей. Правда, речь шла о детях старше 3-4 лет. Но тем не менее, сейчас на упаковках большинства производителей стоит такое возрастное ограничение. Возраст до 18 лет. Почему так, мне непонятно. Думаю, здесь имеет место некая перестраховка со стороны этих производителей. Можно ли использовать настойку прополиса при беременности и кормлении грудью? Производители в инструкции пишут так. Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом. Частый вопрос. Можно ли покупать не спиртовой, а водный раствор прополиса? Можно. Хотя в этом случае, по нашим наблюдениям, спиртовой раствор все-таки эффективнее. Но если вы не смогли купить спиртовой настой прополиса и купили водный, то тогда используйте его строго по инструкции на упаковке. Теперь плавно переходим к настойке эвкалипта. Первое. При ее покупке убедитесь, что вы покупаете именно то, что нужно. Потому что вместо стандартной настойки эвкалипта в аптеке вам могут предложить другие препараты на основе эвкалипта. И порой замена происходит случайно. Например, это могут быть хлорофилипт, хлорофилин, галенофилипт и другие препараты. Они тоже хороши, но правила применения этих препаратов могут сильно отличаться от правил применения стандартной настойки эвкалипта, о которых я вам сейчас расскажу. Так что будьте внимательны, не перепутайте. Итак, 10-15 капель спиртовой настойки эвкалипта. Нужно накапать в стакан теплой, но не горячей воды. И тщательно перемешать. И таким раствором нужно полоскать рот 3-4 раза в день. Курс от 7 до 10 дней. При необходимости такой курс от 7 до 10 дней можно повторять 3-4 раза в год. Но перерыв между курсами должен быть не меньше 2-3 недель. Что важно, у настойки эвкалипта почти нет противопоказаний, если говорить именно о полоскании рта. Но, конечно, её не нужно использовать при аллергии на сам эвкалипт. Поэтому перед первым применением настойки эвкалипта желательно проверить чувствительность на аллергию к этому лекарственному растению. Для этого в первый раз полоскание лучше произвести более слабым раствором. Скажем, 2-3 капли настойки эвкалипта на стакан воды вместо стандартных 10 капель. Если после такого полоскания слабым раствором аллергия не появляется, тогда можно переходить к стандартным полосканиям раствором в обычной дозировке. Кстати, есть ещё одна подсказка. Непереносимость этого лекарственного растения может указывать сильное отвращение человека к запаху эвкалипта. Если нет аллергии, то полоскать рот раствором на стойке эвкалипта можно даже маленьким детям, кроме совсем маленьких младше 3 лет. Беременным женщинам и кормящим матерям полоскать рот раствором на стойке эвкалипта тоже можно. Но опять же, как пишут производители, только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка, необходимо проконсультироваться с врачом. Какие у на стойке эвкалипта минусы? Даже в отзывах я их практически не нашёл. Разве что у некоторых людей полоскание рта раствором на стойке эвкалипта вызывает сухость рта или сухость горла. Но в основном это бывает только в том случае, когда это средство применяют неправильно. Либо делают более концентрированный раствор, чем нужно, либо проводят полоскание рта чаще, чем нужно. Скажем, не 3-4 раза в день, как по инструкции, а гораздо чаще, чуть ли не каждый час. Поэтому делайте всё по правилам, не злоупотребляйте этим чудесным лекарственным средством, и тогда почти наверняка всё будет хорошо. Теперь несколько слов о том, почему при болезнях полости рта настойка эвкалипта или настойка прополиса иногда могут не сработать. В ряде случаев проблемы с полостью рта могут иметь не только местный характер, иногда они могут быть следствием наших, ну скажем так, поведенческих ошибок. Или каких-то неполадок в организме. Например, и об этом немногие знают, но иногда появлению стоматита или появлению язвочек во рту могут способствовать нехватке витамина В12 или нехватке витамина С. А иногда нехватка железа или нехватка фолиевой кислоты. Поэтому, если у вас есть язвочки во рту или стоматит, которые не поддаются лечению, то порою нужно сдать анализы на эти витамины и микроэлементы. Опять же, о чём мало кто знает, иногда стоматит и язвочки во рту могут появиться из-за банальной аллергии. Поэтому иногда я советую своим пациентам в случае непроходящего стоматита или язвочек во рту 3 дня попить такой противоаллергический препарат, который называется фенкарол. Пьётся он 3 дня по одной таблетке в день. И если мы видим, что фенкарол явно и быстро сработал, значит действительно дело было в аллергии. И тогда для устранения стоматита нужно искать тот самый аллерген, который вызывает такую реакцию в организме. Ещё одна возможная причина стоматита и язвочки во рту – это злоупотребление сладким. То есть нередко стоматит или кандидоз полости рта или язвочки во рту появляются у людей, у которых повышен уровень сахара в крови. Вот этот фактор тоже нужно иметь в виду. Очень часто проблемы со слизистыми полости рта вызывают некачественно сделанные или плохо установленные зубные протезы. И в этом случае, к сожалению, проблему может решить только замена некачественно сделанного зубного протеза. И тема, которая, наверное, набила оскомину у всех, кто нас постоянно смотрит. Да, дорогие друзья, снова об этом скажу. Очень часто проблемам приводит приём каких-то лекарств, которые вы принимаете на протяжении длительного времени. То есть некоторые лекарства дают такой побочный эффект, как стоматит и язвочки во рту. Поэтому, если вы длительное время принимаете какие-то препараты, и у вас появились эти проблемы с полостью рта, пожалуйста, проверьте инструкции тех препаратов, которые вы принимаете. И если там указано о возможности таких проблем, то да, эти лекарства нужно менять на какие-то другие, которые не имеют таких побочных эффектов. Ну и, конечно, то, что всем очевидно, очень часто к проблемам с полостью рта приводит активное курение. Что здесь делать, я не знаю. Ну, то есть по возможности как минимум сократить количество выкуримых сигарет. Ну и, конечно, мы должны упомянуть такой фактор, как постоянное нервное напряжение, стрессовые ситуации и частые нервотрёпки. В книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции» я говорил о том, что «постоянное нервное напряжение и стресс очень плохо влияют на состояние дёсен и слизистых полости рта». Зачитаю цитату из книги. «Сильный или продолжительный стресс приводит к нарушениям в процессе кровоснабжения, питания и регенерации дёсен. Отвечает за это гормон кортизол, который приходит в дёсны из системного кровотока. Постоянный избыток этого стрессового гормона ослабляет околозубную ткань, парадонт, и вызывает парадонтоз или парадонтит. Ещё постоянный избыток этого стрессового гормона плохо влияет на слизистые полости рта. Так что автозный стоматит, болезненные язвочки во рту, очень часто тоже бывает спровоцированным стрессом. Дорогие друзья, и вот тут вопрос. А в случае вот этих неприятных обстоятельств, которые могут мешать лечению настойкой прополиса или настойкой эвкалипта, эти настойки помогут или всё-таки не помогут совсем? А здесь, дорогие друзья, к сожалению, как повезёт. То есть они всё равно должны принести определённую пользу и порой весьма значительную. Но понятно, что их эффект при отягчающих обстоятельствах может быть гораздо меньше. Дорогие друзья, и, конечно, вопрос, который мне наверняка всё-таки зададут. А что же делать при стоматите и язвочках полости рта для детей младше трёх лет? В этом случае можно использовать настой из цветков ромашки аптечной. Настой этот делают строго по инструкции на упаковках. И, конечно, в том случае, если у ребёнка нет аллергии на цветки ромашки, то тогда этим настоем аккуратно обрабатывают ротик ребёнка, обрабатывают в самые больные места. Не могу сказать, что это сверхсильное средство, но всё-таки оно часто тоже довольно неплохо помогает. Дорогие друзья, и это на сегодня всё. Делитесь этим видео со своими близкими и знакомыми, со всеми, для кого это актуально. И по традиции в завершении скажу, обязательно обратите внимание на полезные ссылки в описании к ролику. Там много нужной информации по нашей сегодняшней теме. Да, и как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами, пожалуйста, напишите в комментариях под роликом о своих результатах. Это будет важно для нас и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!